Сейчас очень популярна в России Сентай 244. Это двухцилиндровый дизель жидкостного охлаждения, 24 лошадки, полный привод, перед отключаемый, с валом отбора мощности 540 оборотов в минуту, и с блокировкой дифференциала. Это полноценная незаменимая помощь в любом хозяйстве. Машина способна обрабатывать, если в земле, до 3-5 гектар. В принципе, тяга усилия и позволяет работать с двух-трехкорпусным плугом. Тяжелые телеги, то есть две с половиной тонны, может возить. Так, вот смотрю, здесь уже рычагов-то никак, нам это блоки. Во-первых, что такое? Это гидровыходы, то есть выходы гидравлики. Их четыре, то есть два вектора по два. Зачем? Для одновременного использования и переднего навесного гидравлического оборудования, и заднего. То есть у вас сзади здесь может висеть фреза, спереди висеть отвал, либо сейлка. То есть вы можете одновременно их использовать. Два рычажка для их управления, то есть подъем поднять и опустить, задний и передний. Вот. Здесь сейчас крепление для прицепов. Вот. Внутри него находится вал отбора мощности. А, то есть вот этот снимается, да? Да, вы можете снять, использовать нижние крепления для легких прицепов. Для тяжелых прицепов вы используете вот две, без половинтонных. Используется такое крепление. Так. И сюда вставляется хвостови, так понимаю? Стандартно, трехточечная, подстандартно трехточечную навеску. Она идет тоже в комплекте, да? Да, совершенно верно. Базовая комплектация. Трехточная навеска ко всем тракторам идет, естественно, в комплекте. Вот. Так как это сельхоз трактор, большое преимущество, у него регулируемая задняя колея. То есть вы можете снять и отрегулировать в зависимости от культуры, которую вы содержите. Как я тут его регулирую? Значит, у нас есть три болтика и колесо. Здесь, если снизу посмотреть, валу смещается. Вот вал и есть часть. Вот. Вы можете регулировать колесо. То есть там на каких-то шлицах она сидит, что ли? Да. Да? И сколько двигается? В принципе, 10-15-17 сантиметров вы можете регулировать. Каждое колесо? Нет. Всего, да? Всего, да? Регулировать. То есть, картофель, кукуруза. Ну, в зависимости от того, что вы будете сеять. То есть, три лемеха тащит этот, да? Да. Трех лемеховый плук 320. В принципе, машина уже поддерживает. За счет хороших тяговых сил и блокировки не принцал. Ребутные все колесо. За счет этого тащит. А расход это? Расход, вы знаете, небольшой, небольшой, где-то 200-220 грамм на киловатт-час. Вот мне эти кроват часто ничего не говоришь. Вот за час пахаты. Сколько литров я сонарки сожгу? За счет, если пахать трехкорпусным плугом, 5-6 литров. За час, да? За час, да. Машина съест. Ага. Так, вот я сижу здесь. Здесь, я так понимаю, вот эти педали, они как стандарт, да? Сцепление. Кстати, тормоз раздельный, да? Как он тогда? Разделяется левый и правый газ. Пластинка снимается на левый и правый. Вот дальше тут, ну вот это, я так понимаю, все равно скорости. Тут все понятно, да? Скорость пониженная, полушенная. Ага, пониженная, заяц и черепашка. Понятно. Дальше, самая любимая наша, это ручной газ. Ага. Постоянный, да? Дальше, одной рукой держите, второй пьете пиво. Вот я здесь еще вижу какие-то два рычага. Да, давайте вот сюда посветим. Значит, это у нас идет система декомпрессора для опуска двигателя в холодное время. Понятно. А это что, эта кнопочка рядом? Эта кнопочка, эта кнопочка для перекрытия системы подачи топлива. То есть, эту кнопочку вы глушите. Ага. То есть, во многих упрощенных моделях идет одна ручка, то есть, декомпрессором, да? То есть, вы ее заводите и глушите. Здесь, как бы, звучите перекрытием топливной системы. Все. Это неплохо. Дальше поехали. Вот здесь какой-то еще торчит рычажок. Дальше. Это рычаг, который включает передний мост. А. То есть, передний мост здесь не постоянно включен, да? То есть, он подключаемый отдел. Можете отключить, да. В зависимости от необходимости. Понятно. Покажи, какой рычаг. Вот. Вот, да, рычажочек. Вот он, видел, опускает, поднимаешь. Да, вот он, слышу, щелкает. Да. Включается и выключается. Вот, рычажочек вот этот, да, интересный. И здесь еще вот это что? В одно положение включается он. Вот. Включает задний вал отбора мощности. Ага. То есть, одно положение у него одна скорость 540 оборотов в минуту. Да. Или выключил, да? Включил и выключил. Да, понятно. Так. Вот, следующий по порядочку маленький какой-то рычажочек. Да. Этот рычажочек опускает заднюю навеску на плавающий тип. То есть, это самая вилка. А. То есть, это все-таки гидрораспределитель. Ага. Вот он где, да. Ага. На заднюю навесочку. Гидрораспределитель. Так. Вот это. И вот блокировка задних колес. Дифференциала. Да. Блокировка дифференциала. Ага. То есть, раз, держишь, да, заблокировано. Отпустила, наверное, разблокировала. Совершенно верно. Все. Вот. Понятно. Так. Рулевое управление с гидроусилителем или нет? Нет. Здесь нет. Здесь нет. Так. Вот еще здесь у меня каких-то два рычага. Эти два рычага контролируют гидрораспределитель. Вот эти коннекторы. То есть, двухконтурные коннекторы. Четыре гидроухота, как я уже говорил. Ага. Это уже для работы навесного оборудования. То есть, отсюда вы сразу выводите шлангами гидравлику на перед, на вал отбора мощности. Точнее, на отвал, возможно, для чистки снега, либо на косилку какую-то. И второе, пара коннекторов назад. То есть, либо к прицепу. Я правильно понял, что вот эти вот выходы, да, и там какие-то исполнительные механизмы, для того, чтобы они работали, не обязательно мне отключать, допустим, вот этот. Нет. То есть, они могут работать. Отдельно, отдельно стоит гидрораспределитель. Ага. Да, да, да. Это хорошо. Угу. Все понял. Вот. То есть, в основном трактора агрегатируются либо двумя, либо четырьмя. Угу. Ну, парами, да? Да, да. Одна пара или две пары. Круговая. Круговая подача масла, наверное, идет. Так. Давайте теперь поподробнее все-таки по силовой установке этого трактора. В принципе, это уже действительно трактору мне нравится. Довольно-таки, да. А вот по силовой установке, что за установка у него стоит? С чем ее едят? Да. В принципе, трактор оснащен двухцилиндровым дизельным двигателем с или иным охлаждением. Ага. Вот. Простейший ТНВД. То есть, его можно, в принципе, вручную перебрать в любой мастерской. Вот. Форсунки. Перебрать-то понятно, но ТНВД там в основном уже плунжерная пара влетят. А вообще плунжерная пара или какие-то аналоги какие-то наши отечественные идут? Да. Т-16, Т-25. А, вот так вот, да? Да. Очень хорошо. И форсунки, видимо, тоже, да? Форсунки, в принципе, да. От наших старых тракторов используют, ТНВД. Но, в принципе, они всегда есть в наличии. И по цене они, в принципе, не дороже металла, из которого сделаны. Вот так вот, да? Ну, генератор-спортёр, я вижу, тоже. Это заменяемо. Это заменяемо. Здесь всё такое заменяемо, стандартное, ремонтопригодное. Вот. И этот трактор уже всё-таки он похож на трактор, да? То есть он работает, видимо, и с фрезами большими, да? Да. В основном, как бы, мы при выборе фрез, которые агрегатируем, отталкиваемся от колеи задних колёс, чтобы фреза закрывала именно колею, чтобы не оставалась этой части. То есть на эту машину стандартно используется фреза либо 140 см, либо 150 см. Ага. Он её потянет, да? Да. Да, совершенно верно. Так. А вот косилки, роторные, какие-то там какие-то? Косилку роторную, он 135-ти сантиметровую, польскую уже поддерживают. Если сегмента пальцевую, то, в принципе, метр шестьдесят, метр восемьдесят. А роторный он нелёгкий, его на дыбу не поставят? Нет, нет. Машина оснащена противовесами, то есть, скажем, полисе от противовеса дополнительно. Это и так назад, у меня ротор и так на сзади будет, а перед как его разбалансировать-то? Одно перед, навешивается противовес. Крепится к основанию, где установлен аккумулятор, квадрамник такой небольшой, на него уже навешивается противовес. То есть, в основном, у нас в хозяйстве используют 75-ю рельсу. Вот. Либо же, если тяжелое навесное, так, в принципе, трактор достаточно тяжелый, потому что передний привод, усиленная балка, вот. Позволяет, ну, если роторную косилку, он так обычно потянет, то есть, не надо ничего вешать. То есть, не поднимается, да, он нормально? Нет, не поднимается. Ну, потому что фреза, фреза, она где-то, если 150-я, она 200 килограмм также весит. То есть, в принципе, она его не поднимает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...